Боксинг 1867 12 марта в Лас-Вегасе пройдет 12-раундовый бой Вильяма Сипеды и Макси Хьюза. Победитель данного боя станет претендентом аж на два полноценных титула. На титул IBF, который разыграет Комбасос и Ломаченко, и на титул WBA, который удерживает Джервонта Дэвис. В данном бою считают фаворитом Вильяма Сипеду. Предлагают поставить на его победу коэффициент 1.11. А на успех Макси Хьюза предлагают сделать ставку с коэффициентом 6.76. Пройдемся быстренько по боксерам. Вильям Сипеда занимает седьмую строчку рейтинга боксрек. Также занимает первую строчку по рейтингам WBC и WBA. И занимает пятую строчку по рейтингам WBO и IBF. Входит в топ-5 всех категорий. 27-летний мексиканец. Дебютировал в профи в 2015 году. Провел 29 боев. Во всех одержал победу. 25 завершил досрочно. Из битой оппозиции я бы выделил Джозефа Диаса, Роберта Рамиреса и Мерсито Гесту. Вроде бы все. Не сильно много у него топовой оппозиции. Но он довольно хороший проспект. Пока еще непонятно потянет ли он топовую оппозицию. Но он панчер. А это дает ему фору. Также стоит отметить, что данный боксер довольно активный. У него очень хорошая выносливость. Он задает максимальный прессинг. Огромное количество выброшенных ударов от него. Интересный боксер. Рост 175 см. Размах рук 177 см. Макси Хьюз занимает пятнадцатую строчку рейтинга боксрек. Занимает четвертую строчку по IBF. Пятую строчку по WBE. Шестую строчку по WBC. И пятнадцатую строчку по WBO. Тридцати трехлетний британец. Перешел в профи в 2010 году. Провел 34 боя. Двадцать шесть побед. Пять нокаутом. Две ничьих. И шесть поражений. Два из которых нокаутом. Проигрывал он таким боксером, как Скотт Кардл, Мартин Джей Уорд дважды. Сэм Боуэн, Лиам Волш и Джордж Камбосос. Ничья у него с Мартином Джорджем Уордом. У них была трилогия. Два раза он проиграл одна ничья. И Ронни Кларку. Из битой оппозиции можно выделить, наверное, только Кида Халахада и Джона Кэрролла. В принципе, больше выделить мне некого. У него отсутствует нокаутирующий удар. Но это не мешает ему активно проводить бои, брать победы по очкам. Там, например, в последнем бою с Камбососом, там был такой тяжелый бой. И можно было бы, в принципе, отдать бой либо в какую сторону, либо ничью дать. Но, естественно, Камбососа, как коммерческий проект, больше тянули вперед. Ну, разберем бой. Знаете, для британца данный бой – это настоящий подарок. Потому что после поражения от Камбососа он бы мог уже и не получить такой шанс выйти на титульный бой. Конечно, это не титульный бой. Но если он победит в данном поединке, то он сможет выйти на титульный поединок. Забраться в топы дивизиона и, естественно, попытаться побороться за титульные бои. Макси Левша довольно неплохо двигается. Иногда, конечно же, он валится после ударов. Я бы сказал, довольно частенько он проваливается. Но он пытается работать на контратаках, ловить соперника на ошибках. Иногда у него это удается довольно неплохо. Также он может выйти и поработать вперед. Главная проблема – это сила удара. У него репутация безударного боксера. Это действительно так. Британец отличается от своего соперника менее внушительной ударной мощи. У него только пять побед нокаутами. Вдобавок можно также отметить и ряд проблем в обороне. Об этом говорят, конечно же, шесть проигрышей на профессиональном ринге. Благодаря стилю и отсутствию сильного удара, Хьюз очень редко нокаутирует соперников. И это часто создает ему проблемы именно благодаря тому, что у него нет силы удара. То есть, если у тебя нет силы удара, противник тебя, в принципе, не уважает. Максимусу предстоит вложиться в данный бой на все сто в ринге. Для победы ему нужно действительно показать. Прыгнуть выше головы, показать, что он достоин. Хьюз очень опасно идет, кстати, головой вперед. Во многих его боях он сечет противников головой, иногда сечет себя. Так что в данном бою очень большая вероятность сечки из-за столкновения головами. Потому что Сипеда тоже идет постоянно вперед. Поэтому вполне реально, что бой может завершиться из-за рассечения головами. Надеюсь, этого, конечно же, не произойдет. Сипеда опытный боксер. Он умеет хорошо читать своих соперников. Он, как и его соперник, левша. Он имеет внушительную ударную мощь. Часто этим пользуется. Агрессивно прессингует противников. Очень бьющий боксер, спокойно выбрасывает за раунд по 100 ударов, даже больше. Как будет происходить данный бой? Ну, это противостояние двух левшей. Естественно, здесь агрессор Сипеда. Он уверенно пойдет на соперника, будет давить. Потому что будет знать, что у Хьюза нет удара. То есть, даже если Хьюз его встретит, я не думаю, что он сможет его потрясти. Хьюз будет работать, естественно, осторожно и, скорее всего, от соперника. Постарается встречать джебом, постарается контратаковать левой, сильнейшей, хотя, как бы, удара у него нет. Конечно, против таких соперников боксировать всегда неудобно. Которые могут словить, которые довольно активны. Также они стоят в некомфортной стойке, стараются боксировать осторожно. В принципе, конечно же, Сипеда тоже будет некомфортен, потому что левша и левша, это тоже некомфортно. Они привыкли драться с правшами. Стилистически, конечно же, Сипеда создан для того, чтобы разрушать таких соперников, как Макси. Тем более, безударных. Естественно, Макси в излюбленном стиле будет работать на набор баллов, делая ставку на, естественно, от пробития комбинаций и выбрасывать больше ударов, именно больше попаданий, чтобы взять себе больше баллов. Конечно же, Вильяму нужно будет сразу попытаться навязать британцу бой на высоких скоростях, чтобы заставить осторожного Хьюза допустить ошибку. Макси постарается быть осторожным. Он будет предельно осторожным, он будет встречать Сипеду навстречу, будет пытаться ввязать, когда тут будет сближаться. Но чем дальше будет идти поединок, чем больше будут идти раунды, тем больше будет иметь именно опыт боксеров в предыдущих поединках. Потому что каждому боксеру будет нужен именно опыт Макси для того, чтобы достоять и не упасть, не пропустить что-то тяжелое. А Сипеде именно, чтобы словить Макси на удар. Ну, как-то так, надеюсь, было понятно. Прогноз. Ну, здесь все, в принципе, прогнозируемо со стороны Сипеды, потому что его характерная вот эта гиперактивность в атаке, плюс щедрость на удары, плюс беспощадный вот этот прессинг, плюс мощная ударная мощь, ну, это все в совокупности сделают свое неизбежное дело. Вопрос только в том, насколько хватит Хьюза. Я считаю, что Хьюз попросту не выдержит вот этого натиска Сипеды и проиграет досрочно. В каком раунде, ну, здесь сложно предположить. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также я публикую ссылки на трансляции боев. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. И пишите в комментариях, что вы думаете, кто победит в данном бою. Удачных ставок. Пока.